Всем большой привет и сегодня мы тестируем с вами коллаборацию от блогера Ави Мелисы и Вивьен Сабо. В коллаборации с Лисой вышла подводка и тушь. Честно говоря, до еще заявления Лисы я видела на маркетплейсах уже эти продукты и почему-то думала, что они вышли очень давно, потому что о них никто не говорит. И какое мое удивление было, что через пару дней буквально Лиса записывает видео о том, что у нее коллаба, что у нее вышла тушь и подводка. Я не фанат, если не особо слежу за ее творчеством, мне нравится, как она выглядит, она прям такая очень красивая, мне нравится, как она рассуждает, она похожа на персонажа аниме, на какого-то, знаете, жестокого альфу. Получается так, что я смотрела на это все, когда это было еще по нормальной приемлемой цене и потом после ее объявления о том, что якобы вышли уже продукты, я просто сижу и... То есть я увидела эти продукты, проигнорила это, потому что думала, что это что-то старое, это очень странно. Кстати, у Вивен Собо и блогера Рато там, Олечки, тоже вышла коллаборация, только уже в стиле Голливуда, как она говорила, и там уже такой дизайн более взрослый, такой красненький. Я решила поддержать Лисуни, потому что мне показалось, что в своем виде она такая искренне говорит, она такая была там милая, такая зайка, и я решила, что... Сейчас пойду посмотрю, куплю. Что вы думаете? Уже максимально все распродано, я просто взяла тушь за 341 рубль, успела вот, только взяла и все, и больше ничего не было, мне так никогда еще не везло, честно. И потом я думаю, надо взять еще подводку. Взяла подводку, захожу, 1700. Я взяла тушь, поэтому думала, ладно, подводку брать не буду. Через время думаю, надо взять подводку. Захожу, 500 рублей, 500 рублей мне жалко, поэтому ладно, не буду. Потом, нет, все-таки буду, захожу, 1700. Я собираюсь, бегу в магазин, в ближайший магнит косметик. И просто вижу, что стоит стенд с тушами, подводками, как и с другими блогерами коллаборации, так и с Лисой, и там ничего не было разобрано, поэтому мне кажется, что как раз на маркетплейсе все разобрали, потому что это было быстро, и, возможно, в вашем городе тоже есть, потому что я слышала, что все разобрали, и нигде ничего нет, но нет. Все-таки можно где-то найти. Я побежала туда, схватила эту подводку, стоила она 599 рублей. Ум, она так и стоит подводки Виан Сабо, поэтому нормально, но я что-то видела, что она была где-то дешевле. Давайте посмотрим на этот дизайн, боже, он очень классный, он прям крутой. Это очень красивые пастельные оттенки лилового и голубого, это очень красиво смотрится, это не режет глаз, это выглядит круто. Это будет очень круто смотреться на полочки, где-нибудь косметички, потому что, ну, очень приятные оттенки, такие выбранные. И тем более здесь золото такое, это выглядит так дорого, не знаю, это выглядит как упаковки какого-то люкса, который выпустил ограниченную коллекцию. Ну, как, в принципе, и у Лисуни, потому что она сказала, что это тоже ограниченная серия, поэтому, если вы хотите приобрести лимитку, то стоит это сделать. И, конечно, сегодня макияж сделан в стиле тоже Лисунички, потому что она очень любит, как я поняла, такие вот стрелки какие-то, интересные узоры рисовать. Я решила запилить что-то подобное, давайте посмотрим. Вообще, любую идею, которую вы хотите найти для макияжа, можно найти на Пинтересте, потому что я что-то пыталась нарисовать из Пинтереста. На этом глазу, а уже на правом я адресовывала какие-то элементы, потому что у меня просто не получалось сделать все это симметрично. По-моему, так получилось гораздо интереснее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И давайте сейчас протестируем эту тушь. Она выглядит очень красиво, мне так нравится этот дизайн, очень классные, спокойные цвета. Мне казалось, что Лиса выпустит что-то более ярче, что-то такое, знаете, в стиле жестокого Альфы. Но нет, у нас такая спокойная тушь, очень приятная, она как будто, знаете, материал ее матовый какой-то, вот она вот ощущается, как будто что-то матовое, если честно, в руках. И так как я заказывала ее на Валберисе, у меня здесь, у меня здесь от помастера остался вот маркер, потому что здесь были какие-то цифры написаны. Лучше бы я купила ее в магазине. Если я ее посмотрю, мне кажется, пахнет тушью, ну как и все туши, ничего, ничего сверхъестественного на самом деле. Щеточка мне нравится, и мое преимущество в том, что у меня ламинирование ресниц на ламинированных ресницах видно все, все изъяны туши, поэтому давайте посмотрим. Она так ярко прокрашивает. Она круто удлиняет, очень круто. Она и подкручивает их, что? Она прям удлиняет ресницы и делает их такими. И делает их с изгибом, потому что я даже вот видите, здесь вижу, как они доходят до века. А то круто. Нижние реснички я всегда прокрашу, потому что мне нравится, это выглядит интересно и красиво. Мне нравится. Сейчас будем пристально рассматривать ее в зеркало. Касательно каждого продукта. Подводка мне понравилась, она имеет такую вот очень удобную щеточку, она маленькая, и прям вот ложится на ваши реснички, это очень удобно. Она немного склеивает их, мне нравится. Какой эффект она дает, она прям вот так вот закручивает ресницы, она их удлиняет и не превращает в какие-то веники ресницы, это очень хорошо. Мне очень нравится еще, как она прокрашивает нижние реснички, потому что можно ее поднаслоить, и у вас прям будут выделяться они. А можно сделать еще более натуральный эффект, поэтому тушь однозначно рекомендую, я буду ей пользоваться, она очень классная. Смотрится на глазах тоже очень красиво, и причем глаза прям вот знаете, как веер такие распахнутые, очень круто. Подводка. Подводка угодная, подводка качественная. И самое интересное, я заметила, что у меня вот здесь вот на веках как будто вот так вот подводка взяла и все стянуло мне. Я не знаю почему, но я прям вот чувствую ощущение стягивания вот здесь и вот здесь. Но это никак не влияет, потому что подводкой можно прокрасить все что угодно. Можно нарисовать стрелку, заполнить стрелку, также можно пририсовать какие-то более мелкие детальки. Также можно контролировать степень и делать более стрелку тоненькой, более жирненькой. Конечно, пририсовывать элементы ей очень удобно, тем более, что она имеет у нас вот такой вот кончик, который достаточно длинный, чтобы выполнить то, что я уже озвучила. И мне нравится то, что когда вы рисуете стрелку, он не засыхает. То есть бывает такое, что вы рисуете, рисуете, и в какой-то момент кончик перестает писать. Здесь же он работает сразу. Видите, я просто все это нарисовала чисто за раз, поэтому отлично. Тем более, она очень пигментированная, такая прям черная-черная. И имейте в виду, что будет тяжеловато ее смыть, особенно если у вас какие-то жирные элементы. Очень тяжело вот это было поправить, поэтому я решила так оставить. Хотя, мне кажется, было бы лучше, если бы я все-таки сделала ее потоньше, но уже как есть. И какой-то симметрии было тяжело добиться, поэтому пришлось сделать два разных глаза. Но мне кажется, все равно это очень круто смотрится даже. Нет такого, что как будто это из другой оперы. Такого нет. Выглядит, мне кажется, прикольно. Хоть я это делала все в первый раз. И мне нравится, блин. По-моему, очень классно. Также я заметила, что лиса очень часто не делает каких-то ярких губ. Губы у нее не четкие, они обычно заполнены здесь каким-нибудь красным пигментом или розовым. Такой корейский эффект. Мне тоже такое нравится. Просто сейчас освечивать, наверное, и в мейтбук практически не видно. Это такой прием, который визуально уменьшает ваши губы. Я так делала постоянно на первом-втором-третьем курсе. Сейчас мне больше, конечно, нравится заполнять полностью губы, но так мне тоже очень нравится. Смотрится мило, и такой эффект дословный губ. Касательно подводки и туши, это однозначно, да, это очень круто, классно. Но мне кажется, что у них, в принципе, и в основной коллекции что-то было такое. Например, может быть, туши и отличаются, а вот подводка у них, по-моему, такая же. Насколько была изменена формула подводки, я не знаю. За дизайн один и респект лисе, потому что это очень красиво. Посмотрите, это очень такой спокойный дизайн, таких приятных оттенков. Я, кстати, маме подарила букет, который был в точно таких же оттенках. Да, такой нежный, очень классный. Это приятно еще держать в руках, потому что как будто это все у нас матовое. Оно вот ощущается в руках, как будто матовое что-то. Очень приятно. И из-за того, что у него имеется такое какое-то покрытие у этого материала, я не знаю, вот что-то прорезиненное что-то, я не знаю, оно такое матовое. Из-за этого это очень удобно держать в руке. Это никуда, знаете, не скатывается, не скользит по руке. Очень даже удобно все держится. Поэтому это очень классные продукты. Мне очень понравилась подводка и тушь, поэтому ими я точно буду пользоваться прям вот это 100%. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео.